С каждым годом настоящему меломану становится все тяжелее и тяжелее. На первый взгляд кажется, что мы живем в высокотехнологичное время, когда любую информацию, любой музыкальный трек можно легко обнаружить в интернете и скачать к себе на компьютер. Но это заблуждение. Иногда я чувствую себя странным образом, еще не вымершим динозавром. Меня не интересуют файлы из мировой сети. Мне очень важны тактильные ощущения. Поддержать диск в руках, посмотреть буклет, пахнущий типографской краской, почувствовать тяжесть винила, если это долгоиграющая пластинка, поставить на проигрыватель, услышать звуки через тщательно подобранные колонки. Мода на музыку, бушевавшая в 70-е, 80-е и немного в 90-е, давно прошла. Наступило время, когда почти исчезли музыкальные магазины, осложнив задачу по добыче понравившейся музыки еще живым меломанам. Их хобби стало очень дорогим удовольствием. Приобрести диски, которые лет 20 назад валялись ненужными на полках магазинах, теперь можно только за большие деньги. Но есть пластинки, которые почти невозможно было найти ни тогда, ни сейчас. К таким редкостям относятся альбомы австрийской группы «Супер Макс», основателем которой был Курт Хаундштейн. Он был сыном писателя Ганса Хаундштейна, который написал тексты более чем 300 венским песням и долгое время был президентом Ассоциации австрийских авторов текстов, некого подобия советского главлита, который выдавал лицензии различным венчательным каналам и авторам на публичное исполнение. По собственным утверждениям Курта Хаундштейна, у него были аристократические предки, однако поскольку его дед женился на простолюдинке, дворянский титул был аннулирован. Забегая вперед, у самого Курта Хаундштейна после его смерти остались две дочери от брака с женой Дорин, которая приехала с Ямайки. Есть также дочь от его связи с Бетти Оноре, которая длилась 11 лет. Курт Хаундштейн вырос во втором районе Вены, Леопольдштадт, и получил образование ювелира, прежде чем начать свою музыкальную карьеру. В 1971 году тогдашний 22-летний Курт вместе с Карлом Рацером, Питером Вольфом, который позже стал клавишником Фрэнка Заппы, Яна Стойкой и Джорджем Догетом основал австрийскую рок-группу Gypsy Love. В 1972 году Курт Хаундштейн покинул ее и был заменен басистом Харри Стойкой. Для Харри Стойки и Хаундштейна, а также для Питера Вольфа, группа стала отправной точкой их дальнейшей карьеры. Покинув Gypsy Love, Хаундштейн переехал во Франкфурт-на-Майне, где играл на различных радиосессиях, но также быстро заработал себе репутацию студийного музыканта. Вместе с музыкантами Кристианом Колоновицем и Рихардом Шенгерцем, которые также приехали из Австрии, Хаундштейна часто нанимали в качестве первого игрока. То есть сыграли один раз и хватит. Это позволяло продюсерам значительно сократить студийные расходы. В то время Курт более или менее входил в перечень европейских звуковых студий, которыми руководил Фред Шрайер в Оффенбахе. Именно там в 1976 году Хаундштейн познакомился с продюсером Фрэнком Фарианом и даже принял участие в его собственном хите «Рокки» как бас-гитарист. В том же году, во время пребывания в Англии, Хаундштейн познакомился с продюсером Питером Халки, который работал во Франк-Рутиномайне на Беллофон Рекордс, но все больше хотел развивать свою независимую компанию «Рококо Продакшнс». И при его поддержке в январе 1977-го Курт выпустил первый альбом «Супер Макс» «Don't Stop The Music». Хауки понимал амбиции Хаундштейна и был достаточно умен, чтобы дать ему, по крайней мере, музыкальную свободу в реализации проекта «Супер Макс». Название проекта было аббревиатурой от «Супер Максимал» увеличением термина до максимума, который использовался особенно на сцене черной музыки, которую часто посещал Хаундштейн. В своем первом альбоме Курт смог собрать в кучу соул, фанк, джаз, регги и африканские ритмы и сделать из него интересное пульсирующее роковое звучание, что сразу же стало отличительной особенностью «Супер Макс». Резкие басовые рифы сочетались с жестким фоновым битом, отцепляющая перкуссия с тяжелыми гитарными аккордами. Полифонические синтезаторные мотивы очень подходили к женскому бэк-вокау в стиле госпол. В то же время монотонная ритмика и нетривая реальная музыкальная структура как бы вводили слушателей в транс. В ноябре 1977 года был выпущен второй альбом World of Today, который только в Германии в 1978 году был продан тиражом более 500 тысяч копий и стал платиновым. Песня «Love Machine» превратилась в классику диско. Для самого Курта это оказалось очень неожиданным, поскольку он делал музыку в основном для себя и его не очень-то привлекали концертные выступления, поэтому он ограничил свое общение с журналистами, стараясь не давать никаких интервью. Однако в 1978 году он отправился с группой, сформированный из профессиональных музыкантов, франкфуртской музыкальной и студийной сцены в обширный клубный тур с более чем 160 концертами по всей Европе. В 1979 году вышел третий альбом Fly With Me, который в Германии занял девятое место, но прежде всего стал международным прорывом для Super Max. «Love Machine» был переездом в Соединенных Штатах в том же году и вошел в топ-100 лучших альбомов года по версии Billboard Black Charts. Параллельно со своим собственным проектом Super Max, Курт стал продюсировать женскую группу Bamboo из Суринама. Он познакомился с ними как раз во время пребывания в США. А в 1980 году был выпущен четвертый альбом Types of Skin, который звукозаписывающая компания классифицировала как «Провал», несмотря на то, что только в Германии было продано 230 тысяч копий, так как он не достиг ни одной позиции в чарте. Альбомы «Meets the Almighty» и «Electricity» были уже настоящим провалом, по крайней мере по сравнению с продажами первых четырех альбомов. Тексты Super Max всегда были немного политизированы, поскольку Курт мечтал о мирном сосуществовании людей без всяких там расизмов и шовинизмов. Так, в 1977 году в композиции «Watch out South Africa» он выразил свой протест против апартеида, а заглавный трек с диска «Types of Skin» был посвящен отношениям между людьми с различным цветом кожи. После того, как Ханс Окс покинул группу, в поисках собственной удачи к ним присоединился австрийский гитарист Ханес Вильднер. Он, несомненно, был одним из самых долгоиграющих музыкантов Super Max. Кен Тейлор и Лотар Крэлл покинули Super Max в начале 1981 года и вместе с Робби Музенбихлером стали одними из основателей довольно успешной на международном уровне группы Tokyo с одноименным хитом. После ухода Тейлора Холдштейн сам занял позицию басиста. Причиной ухода музыкантов была естественной. У группы было очень мало живых выступлений, а, соответственно, заработка. Вдобавок, несмотря на успех у слушателей, концерты Super Max никогда не получали заслуженного внимания средств массовой информации, поскольку немецкие и австрийские редакторы считали Super Max классическим диско и игнорировали его. Холдштейн считал же себя рок-музыкантом и настоящим живым музыкантом. На самом деле он был отличным басистом и не хотел, чтобы дезинформированные и предвзятые интервьюеры сводили его к диско-хитам. Из-за этих противоречий возникали крайне натянутые отношения с телеведущими и музыкальными журналистами, которые были в то время очень важным звеном для достижения успеха, что в конечном итоге стоило Куртул известности как успешного живого музыканта, по крайней мере в немецкоязычных странах. Совершенно иначе было за границей, особенно в Восточном Блоке и в Северной Африке. Например, на рубеже 79-го и 80-х годов группе предложили провести два концерта в Тунисе и даже отметили их чуть ли не главное событие года. Кроме того, их песня African Blood непрерывно шла по радио каждые 30 минут. Согласно заявлениям местных музыкантов, эти два концерта оказали огромное влияние на тунисскую и африканскую музыкальную сцену. Затем Хаунштейна несколько раз приглашали на сеансы с африканскими джазовыми музыкантами, а в 80-м Супер Макс стала первой западной поп-группой, появившейся как на сцене, так и по телевидению в Югославии, Болгарии, Венгрии, Румынии и Чехословакии. В марте 81-го года Супер Макс была первой белой группой, которая совершила турне по Южной Африке, без обязательного занавеса между белыми и цветными музыкантами на концертах. Всего за день до начала тура национальное движение против апартеида после долгих переговоров отменило свой обычный призыв бойкотировать иностранных артистов для Супер Макс. Хаунштейн никогда не делала никаких политических заявлений, но простое пренебрежение апартеидом стало в то время настоящей провокацией. Несмотря на предупреждения и угрозы смерти со стороны обоих лагерей, сторонников и противников апартеида, состоялся аж 21 концерт. Хаунштейн осознавал, во что ввязывается в Южной Африке и принял реализацию тура как личный вызов. Даже совместный въезд Хаунштейна и его чернокожей жены Дорин уже был провокацией режима. Утверждается, что они были одними из первых иностранных многорасовых супружеских пар, которым в то время было официально разрешено въехать в Южную Африку. Так как в Западной Германии Супермакс особого успеха не имел, в феврале 83 года группа отправилась в тур по более чем 20 городам ГДР. Так как у Хаунштейна были натянуты отношения со СМИ, данный тур полностью замалчивался на Западе и поэтому там мало кто знал о полных залах с 2000 посетителями каждый. Но несмотря на отличную реакцию со стороны посетителей концертов, деньги заработанные на туре, местные политруки запретили вывозить из страны. Попытки участников группы закупиться как можно большим техническим оборудованием, таким как фотоаппараты или различный антиквариат, за счет гонорара в ГДР также с треском провалились. Таким образом, большая часть гонорара, а именно около 50 тысяч восточных марок, были принудительно распределены между несколькими контактными лицами в ГДР в смутной надежде, что деньги по крайней мере в том или ином случае уйдут не на содержание административного аппарата, а потекут в альтернативные художественные каналы в ГДР. Благодаря доблестному турне по Южной Африке в 83 году Совет по туризму Ямайки пригласил Курта Хаунштейна и весь Супер Макс стать первой белой группой, который выступит на знаменитом фестивале Reggae Sun Splash в Montego Bay перед более чем 40 тысячами посетителей. Это стало возможным благодаря инициативе местного правительства по популяризации Ямайки как туристической дестинации в Европе. Кроме того, было также оплачено трехнедельное пребывание редакторов нескольких европейских музыкальных журналов. Примечательно, однако, то, что организаторы фестиваля не разрешили Супер Макс выступить в качестве специального гостя. Им отвели место только на разогреве. Кроме того, для Курта стало большим удивлением, что организаторы попытались завладеть всей аппаратурой группы на выезде, используя непонятные документы о конфискации. Вот такие вот они, организаторы Ямайских фестивалей. После хорошо известного негативного отношения Хаундштейна к телеведущим и в целом к СМИ, несмотря на усилия руководства звукозаписывающей студии, никакие рекламные выступления на немецкоязычном телевидении были невозможны. В Австрии Хаундштейну даже негласно запретили посещать концертные площадки, и студия сдалась и не стала продлевать контракт. Без поддержки звукозаписывающей компании Хаундштейн самостоятельно записал и выпустил два альбома в 1986 и 1988 годах, которые, однако, не смогли пробиться в чарты ни в Германии, ни за рубежом. В 1989 году он записал свой девятый альбом со старыми товарищами из 70-х, такими как гитаристы Йоханн Дансен и Райнер Марц, а также барабанщиком Брэдом Хауэллом при поддержке Курта Кресса и Хосе Фелисиано. Примечательно, что он также смог позвать своего первого продюсера Питера Хауке для альбома, выпущенного в 90-м, под названием World of Tomorrow. Альбом, записанный в легендарной студии Hotline Studio во Франкфурте, продавался неплохо, но он также не смог достичь результатов золотой эпохи конца 70-х. Тем не менее, Хаундштейн смог снова поехать в турне со своей группой Supermax. В том числе концерты были в Германии, Люксембурге, на Канарских островах, но прежде всего в Восточном Блоке, где у группы была большая фанатская база. Кроме того, должны были состояться концерты в Советском Союзе, однако из-за падения Берлинской стены в ноябре 1989 Хаундштейн был вынужден отменить свой тур. По всей стране начались массовые волнения, и Курт смог только безопасно доставить себя, свою группу и все свое оборудование обратно в Германию. В итоге, после подобных разочарований, Хаундштейн и его семья в 1993 году уехали из Франкфурта на Майне и обосновались на Гран-Канарии. Остров расположен недалеко от северо-западного побережья Африки и знаменит своими пляжами как с белым, так и с черным вулканическим песком, где через 6 месяцев Курт открыл свой клуб. Он наслаждался солнцем и очевидно смирился с самим собой, избавившись от какого-либо стресса. А если вы также наслаждаетесь солнцем и не знаете как провести вечер, то я предлагаю вам перейти по ссылке в описании, ввести мой код и получить 90 дней бесплатного доступа в Кинопоиск HD. Кинопоиск HD это тысячи фильмов и сериалов на любой вкус, включая эксклюзивы. Вместе с этим вы получите доступ к другим преимуществам на сервисах Яндекса. К примеру, Яндекс.Музыка это бесплатный доступ к 60 миллионам треков, коллекций, подкастов, умным плейлистам, редакционным подборкам. Яндекс.Гоу кэшбэк баллами до 10% за поездки в классах комфорт, комфорт плюс и ультима. Яндекс.Афиша кэшбэк баллами до 10% за покупку билетов на мероприятия, а Яндекс.Маркет кэшбэк баллами до 5% за покупку товаров со специальной отметкой на маркете. переходите по ссылке и забирайте бесплатный доступ на 90 дней. Но в 95 году он снова стал музыкально активен. Только за этот год он выпустил три компакт-диска, были и разные проекты. К примеру, в 96 он начал проект Яку вместе с болгарскими музыкантами Константином Стояновым и Явором Русиновым. Совместный альбом был издан в январе 97 года, который представляет собой смесь электронной музыки и болгарского фольклора. И в этом же году Хаунштейн собрал совершенно новую живую группу и начал тур по всей Восточной Европе, посвященной 20-летию проекта Супер Макс. После него Хаунштейн окончательно осознал свою душевную близость к Восточной Европе и поэтому в 98 году сделал Болгарию своим вторым домом после Гран-Канарии. В поисках новых вызовов Хаунштейн через 6 лет отказался от своего постоянного места жительства на Канарских островах и переехал в город Экскалибур в Чешской Республике. Его последним проектом стало строительство концертного зала и студии звукозаписи под названием SMX Terminal 2002, который он открыл в канун нового 99 года. В 2003 году Хаунштейн вернулся на российские концертные площадки с Супер Максом, проехав от Санкт-Петербурга до Владивостока. И в наши дни Супер Макс считается одним из столпов в прогрессивной музыке второй половины 70-х начала 80-х, чьи альбомы заняли почетное место даже в коллекциях высоколобых интеллектуалов. Музыка этой группы изначально не была рассчитана на максимальный охват аудитории, но при этом Хаунштейну удалось найти разумный баланс, где танцевальная попсовость вполне органично сочеталась с обращением к серьезным темам, таким как экология и проблемы расизма. К сожалению, в ночь на 21 марта 2011 года Курт Хаунштейн скончался в своем доме на окраине Вены от сердечного приступа в возрасте 62 лет. Очень печально, что такие великие люди уходят от нас непростительно рано. Курт Хаунштейн